Привет, дорогие друзья! Я уже давно вернулся из Санкт-Петербурга, сделала прям такой хороший перерыв, ничего не записывала, жила оффлайн, но у меня еще тут стартовал один проект, про который я вам позже расскажу, на который уходит очень много времени и энергии. Так что по дому я практически ничего не делала, но пришло время сделать мне забор для кошек, расширить его. Я тут получала даже вопрос, что это кошки не гуляют на траве, как так, что за издевательство. Конечно, все время был план расширить эту территорию и чтобы у них доступ был к траве, просто это было по времени затратно, поэтому сделали быстрый вариант. Вот, и я уже сделала план, как мне это провернуть, потому что под землей здесь камень, и не так, как было в предыдущем месте, поэтому нужно придумывать другие крепления для сетки, и я придумала. И сегодня мы поедем купим с вами инструменты, которые мне будут нужны, и я вам расскажу, как я это сделаю. Возможно, если кто-то из вас тоже решится сделать для кошек с ограждением, может быть, вам тоже это поможет. Мне нравится, что мои кошки все время у меня дома, что они все время под присмотром, они в безопасности. Там вокруг ходят и лисы, и другие кошки, с которыми они могут подраться довольно сильно. Вот у Зули, кстати, кошка в Дубае, помните Зулю? У нее кошка подралась с другой и сломала три с половиной клыка. Вот у нее теперь один полклыка только осталось. Просто от драки с кошкой, представляете, сломала клыки. Ну вот бывает так. Поэтому мне, конечно, нравится, что мои как бы в безопасности, по крайней мере, от внешнего мира. Поэтому я люблю, я хочу, чтобы мне было это огорожено. В то же время я хочу открыть окна, двери, и чтобы они вышли, послушали птичек, тоже подышали воздухом, они это обожают. Декстер вообще вот каждое утро стоит у кухонной двери и пищит, чтобы ему открыли. Погода, тем более, у нас просто потрясающая. У нас уже несколько недель, ни одного облачка. Ну ладно, там вчера был дождь, прошел, но он смыл просто вот эту всю пыльцу желтую с машиной, с земли, и снова красота. Сегодня вот уже еще утро, 20 градусов уже. Как я сказала, у нас утро, поэтому мне сначала нужно позавтракать. Кстати, вот я считаю, большая ошибка покупать авокадо вот этой вот сеткой, где их много, они все созревшие. Ну все, вот это вот я выкидываю. Я люблю покупать по два авокадо. Один спелый, один зеленый. Пока ты спелый съела, зеленый стал спелым, и его съела, в итоге ничего не портится. А вот это вот все, это waste of money. Ну вот, пожалуйста, два авокадо я успела съесть, а четыре на выброс. Я буду сегодня на завтрак готовить спаржу с яйцом. Я вообще не особенный любитель едок спаржи. Она очень полезна, естественно, как и все овощи и фрукты. И периодически нужно вносить какое-то разнообразие в свой рацион и что-то есть. Тем более, муж ее купил зачем-то. Поэтому я беру масло ги, буду на нем поджаривать свою спаржу и просто залью. Я беру яйцами. А пока готовлю, ем клубничку шведскую. У нас она уже созрела. Такая огромная. Сладкая. Готово. Но эта порция, конечно, не на одного человека, на двух, а может быть даже трех в некоторых случаях. Ты моя булочка. Ой, как хорошо тебе на улице, да? Я пришла завтракать на улице. Все у меня уже здесь готово. Еще хлеб добавила, разные овощи. Ска генрера. Это наш шведский креветочный салат популярный. Я его очень люблю. Ну что же, я полна сил. Так что поехали в магазин за инструментами. Сейчас я жду, пока Дуся подъедет к кухне. Потому что она тут сама заехать не может. Я ее все время подпинываю. Иначе кухня у нас остается не пропылесошенная. А еще, ребята, хотела вам показать. Посмотрите, какие красивые рододендроны распустились. И вот трава, которую я засеивала. Посмотрите, она довольно-таки хорошо разрослась. Вот. Сейчас я поливаю это место, потому что оно как-то не очень. На него вода хорошо попадала. И тут вообще ничего не росло. Начала поливать. Вот видите, уже кусочек вырос сейчас. Пока езжу, может, поставлю на полив. Вот такой магазин. Здесь продается вообще обычно все оригинально для машины. На самом деле там инструменты. Даже для организации какие-то штучки есть. От самых мелких до крупных. И очень дешевый магазин. Мне понадобится вот такой вот инструмент. Это стоит 40 евро где-то. Вот такие вот дрели для бетона и камня. Это где-то 12 евро. Также дрель по длине, чтобы нужно будет камень пробурить довольно глубоко. Это где-то 7 евро. Вот такие вот ключи, чтобы менять сверло. 5 евро. Вот такие кусачки огромные. Где-то 30 евро они стоят. Мне пригодятся. Мне они нужны для того, чтобы перекусить. Кое-что, что я куплю следующему. И вот такая вот арматура. Мне пригодится. Сколько она там? 12 миллиметров. Где-то 4,5 евро. Два метра в длину, если мне... Я сейчас проверю, хватит ли мне. Если не хватит, то вернусь и еще одну куплю. В общем-то, эти кусачки мне как раз для того, чтобы ее перекусить. Она будет перекушена на несколько частей. Так, я начинаю уже. Мне, значит, нужно будет вот что сделать. Здесь поставить еще один столб до сетки. Потом я здесь вешаю дверь. И еще один столб, к которому дверь крепится. После этого куда-то сюда идет столб. Как-то вот он так вот обходит. Дальше уже сейчас посмотрим. И дальше уже там другие действия. В общем, начинаю я с этого места. Так как у нас везде под землей камень. Ну и тут, в общем, видно, да, что камень прямо здесь. Я вот раскопала. С гостями ели вишню. И кто-то выкинул. Прямо в лунку попал. Вот раскопала, значит... И уже даже там просверлила дырку. Обычно сверлом. Но, естественно, оно недостаточной мощности. И придумала, что сделать. Также просверлю дырку вот здесь. Такую довольно толстую. Сделаю здесь дырку. Сделаю здесь дырку. Обрежу, посмотрю, сколько мне нужно будет надо по длине. Вот эту часть. Часть пойдет в камень. Часть пойдет в дерево. И таким образом это будет устойчиво стоять. И быть опорой. В общем, таким образом я их буду закреплять сейчас. Веселого мало, но я очень хочу это сделать уже. Что у нас происходит теперь? Я выкопала некоторые ямки. Посмотреть, что там внутри. Вот камень-то, в общем, столько есть здесь. Точнее, не камень, а гора. Здесь вообще такая дырка была полупустая. Очень много воздуха. Здесь тоже корни. И вот такой вот штырь туда не воткнешь. Но и вот такую вот арматуру тоже не воткнешь. Она недостаточно плотно держится. Я пришла к выводу, что это, конечно, нужно будет побольше раскопать. Сейчас нужно будет купить еще один инструмент. Я еду в магазин, чтобы все это продырявить, сделать нормальную дырку. Потому что лопатой здесь ничего не получается. Буду потом эти все дырки заливать бетоном, цементом. Вставлять туда эту арматуру. Ну и дальше по плану. Должно все сработать и держаться. Думаю, что, возможно, сделаю все это сегодня. Чтобы за ночь, там за 24 часа где-то оно настоялось, схватилось. И можно было бы продолжать. Ну что, ребята, уже вечер. Я уже даже все прибрала. Ничего не снимала, потому что особенно ничего не происходило. Но в итоге вот стоят столбы. Я их установила некоторые, не все еще, потому что некоторые сложные очень. Вот так вот это выглядит. Потом буду закапывать. Там еще дырки, которые я буду цементом заливать. Устала, конечно. Вроде бы как ничего не сделано. Но на самом деле основная работа такая самая сложная сделана. Я прям очень устала. И снова доброе утро. Возвращаемся на место работы. Сегодня я надеюсь вкопать три последних столба. Если даже останется время, возможно, сооружу дверь. Потому что у меня две двери. Вот одна здесь, другая там. Эта дверь в итоге перейдет вот сюда. Потому что вот этой вот стены не будет, да? Она вся откроется. И вот сюда вот нужна еще одна дверь, чтобы можно было выйти. Это тоже там наша территория. Кстати, я вам ее не показывала. Пойдемте покажу. Тут ничего нет. Вот леса, видите? Горы. Леса. Там не лес, конечно же. Там вот здесь вот у нас соседи. И там тоже соседи. Ой. Здесь у нас есть компостная куча, куда я складываю всю срезанную траву. Там где-то у нас соседи, но я их не вижу. Вижу только их сарайчики. Вот. Наши горы, ветки. В общем-то... Сейчас зелени много, еще мало что видно. Вот наш дом там просачивается через деревья. Вот такая территория. Здесь в этой части она, конечно, мало используемая. Потому что, ну, это как реальный лес. Тут, если что-то использовать, наверное, надо деревья вырубать или еще что-то. Пока это вот такая вот просто полянка. Вот там вот проходит наша огородка. То есть там подальше наша сетка, участка. Вот используемая часть, вот она. Можно было бы, конечно, куда-то сетку сюда уводить, но здесь еще было бы сложнее все это вкапывать. Поэтому я решила сделать вот здесь дверь. И вот у кошек будет эта полянка. Если мне нужно подняться зачем-то наверх, например, выкинуть компост из травы и веток, то я могу открыть здесь дверь и подняться. Хотя кошкам мы даже на деревянной поверхности уже хорошо им весело. Они слушают птичек. Я морально готовлюсь к работе, потому что это очень энергозатратно. И если бы я знала конкретно, что делать, а я не знаю конкретно, что делать, поэтому еще и мозга затратна. На самом деле погода у нас сегодня такая довольно ветреная, хоть и солнечная, поэтому я даже толстовку надела. Сейчас буду устанавливать один из самых сложных столбов. У меня здесь такая цементная смесь. Ее на самом деле нигде не нужно замешивать, а просто я замерю, сколько килограмм я высыпаю сюда, и столько же литров воды я вылью, и она там сама замешается. Здесь у меня 4,5 килограмма цементной смеси, которая отправляется в эту дырку. Так, сейчас посмотрим, ее хватит вообще. Наверное, еще надо. Добавляю еще одну такую же чашечку. Уже ближе к правде. Теперь втыкаю сюда вот эту арматуру, которая будет, в общем-то, держать саму деревяшку, и заливаю водой. Ну вот, теперь ждем 24 часа. Это все должно затвердеть, и будет готово. Какие у вас пейзажи красивые в этом видео, да? Цементные. Ну и отчет по второму дню работы. Не знаю, сколько мне дней понадобится. Может быть, 3-4. Я не знаю, справлюсь ли я завтра. У меня будет неполный день. Еще один столб нужно будет поставить. Также я соорудила уже рамку для двери. Нужно будет ее обшить сеткой. Я это сделаю завтра уже. Сегодня я устала. И закрыла сеткой вот это вот место, где они могли бы пойти под бытовку. Вот так второй день прошел. И сейчас соберу все инструменты, положу в бытовку, и до завтра. Этим утром я решила пойти прогуляться по нашему поселку. И пойдемте возьму вас с собой. Я вам, кстати, так и не показывала нашу окружность, что у нас тут за дома вокруг. Я думаю, будет интересно. Поставила здесь полив снова. Прямо где поливает, реально начинает расти вода. Вот и у трава. Помните, да, какая здесь была трава, когда мы заехали? Все в проплешинах. Вообще там кое-где что-то растет. Сейчас еще есть пустые места. Надо здесь побольше где-то полить. Но вообще вот так вот смотришь, у меня прям все зелененькое, живое. Вот эту вот часть еще надо побольше пополивать. А еще, ребята, у меня здесь растут пионы. Я так хотела пионы. Я думала, а может мне посадить? А они уже есть. Они уже здесь есть. И, по-моему, белые. Я прям не дождусь, когда они распустятся. Настолько живой участок здесь. Столько разных растений растет, живет. И вот летом как раз сейчас я их для себя открываю. Где какие? Потому что, естественно, когда мы переехали, было ничего не понятно. И как-то за пионами ведь надо ухаживать, да? Их, наверное, нужно срезать на зиму. Потому что я не помню, чтобы они там торчали, какие-то листья или ветки. Наверное, их надо срезать. Подготовьте меня к зиме уже. Хотя нет, рано. Решила просто пройтись вокруг блока нашего. Посмотрю. Вот, кстати, этот дом, который от того же архитектора, что и тот предыдущий, в котором мы жили. Видите, какой он круглый? Они сразу такие вот узнаваемые эти дома. Их несколько здесь по Стокгольму. На этом участке посмотрите, сколько киро-додендроны огромные растут. Кстати, здесь этот поселок тоже чем отличается от нашего предыдущего, что у большинства стоят какие-то заборы, какие-то сетки, дверцы, чтобы заходить на территорию. На нашем доме нет. Но у многих есть. Вот здесь соседи, у них даже такие разъезжающиеся двери, чтобы машины заезжали. Классно сделано, мне нравится, прям очень аккуратно. Кирпичные дома тоже популярны в этой части улицы. И вот видите, они все, наверное, построены примерно в 70-х. Тоже такой стиль, наверное, как у нашего. Единственное, белый кирпич и тоже темное дерево. Тогда такие дома были популярны. А, что я хотела, это гортензии. Гортензии посадить. И там их прям можно посадить в землю, надо только решить, где. Сейчас забор поставлю и решу. Принимаю предложение. Вот так вот, в общем, выглядят примерно наши окрестности. У всех деревьев много, кустов, заборов. Вот видите, тоже как красиво сделаны ворота. И там прям внутри огромный сад, большая территория. И здесь тоже ворота красивые. Ну, в общем, вы поняли, да? Это популярно. Туи, ворота, деревья. И все довольно-таки ухоженно. Хотя, знаете, я иногда проезжаю, смотрю на чужие газоны. И очень часто замечаю, что они не вот так прям их подстригают. Хотя наши соседи напротив, у них очень аккуратный газон. Возможно, у них робот. Я просто не замечала. Потому что даже наш газон неровный. Потому что это нужно мне, вытащить газон на косилку и пойти косить. А вот если у тебя робот, он сам это каждый день делает аккуратненько. Замечательно. Я думаю, что нам тоже нужен робот. Все в кустах. Я в этой части еще не была ни разу. Как интересно, яблони сформированы, да? Чтобы они вот так шире росли. Там уже маленькие яблочки на них. Кстати, на нашем, интересно, есть уже яблочки? Качели. Блин, можно на них качаться. Раскачиваться, как тарзанка. Детство вспомнило всех. Я бы сейчас залезла на нее. Ой, посмотрите, какая лужайка аккуратненькая. С белыми цветочками. И подстриженная трава. Красота. У всех кустища рододендронов. И посмотрите, какая классная елка. Круглая. Очень крутая. Блин, вообще мне так нравится. Какая классная. Как они ее так сформировали. А у соседей напротив вот такая конусная. Как круто сделали вообще. Красиво. Вот, видите, они две такие там на заднем фоне у меня. Я не могу прям вот так вот вставать и начинать снимать что-то. Поэтому я на ходу вам так показываю. Потому что если хозяева посмотрят из окна, скажут, ну не очень, да? Странно как-то. Стоит девушка, снимает их дом. Мне бы не очень понравилось. Поэтому я так, что вижу, то показываю. Вот такие вот домики есть. Но все такое аккуратненькое. Иногда видно, что не новое. Но тут большинство домов не новые. Вот тут бассейн есть. Видите, какой оранжевый домик. Миленький такой, со ставнями. Здесь, знаете, в Швеции очень ценятся старые дома. Я бы, я люблю новые, да, там окна огромные. К такому стилю как-то больше привыкла. А в Швеции именно ценятся дома с историей. И очень любят покупать дома, которые построены в каких-нибудь 20-х годах. И сделан капитальный ремонт. Прямо вот такое. За такую будет битва. И будут ставить ставки. Ну типа предлагать больше, больше. Как у нас это происходит. Продажа домов. Хозяин дома назначает цену. И дальше уже, если много заинтересованных, они предлагают больше, 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 больше. И самый, кто больше всего предложил, тот и получает дом. Но, кстати, наш дом, в котором мы жили до этого, его продали. Но его продали прям сложно. Два месяца его продавали. И в итоге почти 15% от цены снизили. И продали за 11 миллионов 800 крон. Это если разделить на 10, примерно получится евро. Примерно. Так, я с вами разговаривала и прошла свой поворот. Класс, надо чаще ходить. У нас прямо очень приятно, так красиво. Есть еще лес недалеко и озеро. Я туда еще не доходила, доезжала, правда. Но не ходила. Надо попробовать пойти туда прогуляться, посмотреть. Может быть, взять с собой завтрак, дойти туда и там еще и позавтракать. И обратно. Ну и все. Возвращаемся к нашему дому. Такая небольшая прогулка. У меня просто сейчас в 11 часов встреча онлайн. Поэтому далеко не уйти. Здесь у нас напротив соединенные дома. То есть один большой дом. Это на две семьи. Тоже популярно в Швеции. Но дома довольно большие сами по себе. Даже половина этого дома. Там три этажа. И нам этот сосед, который напротив рассказывал, что у него есть яхта, на которой он часто ездит в Финляндию. Вот. Такие дома. Вот они подумают, что владелец яхты живет в таком скромном красном домике. Ну а я возвращаюсь к своей работе. Как вы помните, у меня здесь полуготовая дверь. Мне сейчас нужно обшить ее сеткой. Вот у меня эта сетка уже здесь лежит. Сейчас я это сделаю. И прогресс третьего дня, ребята. Это стоящая дверь третья. Здесь было много работы, потому что столбы стоят неровно. И нужно было как-то закрепить. В общем, я попробовала. Получилось. Но сейчас это криво. Поэтому нужно это будет еще доработать завтра. Дверь уже рабочая. Через нее можно входить-выходить. И плюс. Здесь у меня еще залила цементом. Еще два столба. Здесь это будет плотнее. Потому что здесь невозможно такую рамку сделать, как вот где я сейчас показала. И тут специальные такие штуки я использую. На которых я закрепляю дощечку. Точнее столб этот. И будет стоять ровно. Так, ну у меня все шансы завтра закончить. Ребята, все утро сегодня. И первую половину дня я провела. Ну посмотрите, посмотрите на это. Как это сильно изменилось. Я еще кошка не выпускала. Я буду это делать на камеру, чтобы вы тоже посмотрели на их первую реакцию. Просто хочу сейчас все показать. Вот только закончила. Вся шея забита, зажата. Мне нужно тоже порастягиваться. Надо мне еще закрыть здесь эти дырки. Я не закрыла. Чтобы они там не выползли. Но они, конечно, не будут так лазить туда. Потому что они на самом деле не очень-то ищут выход. Им и дома норм. Вот. Дверь здесь такая. Надо мне сейчас все это прибрать. И я открываю двери животным. Ну что, я открываю дверь. Выходите, мои хорошие. Вы вообще знаете, что здесь? Идем, Декстер, скорее. Смотри, что тут есть. Декстер. Декстер, смотри. Трава. Декстер. Ты не туда свое внимание уделяешь. Иди посмотри. Иди. Что это такое? Джинни, иди тоже проверь. А, сразу есть начал. Вкусненькая травишка. Да, я сюда еще засажу. Сейчас тут она такая бедная. Я хочу позаниматься этим газоном. Проверировать его, засадить и начать поливать. Чтобы они выходили и ели траву. Потому что, видите, в некоторых местах земля прям совершенно уже неплодородная никакая. Класс, Декстер. Он даже не пошел ничего изучать. Просто травку кушет. Мой хороший. Макс, а ты-то где? Так, Джинни пока не очень понимает, в чем прикол. Почему вообще? О чем речь? Джинни, иди на траву. В общем, вы поняли, да, зачем мне трава, когда у меня здесь дорожка вымощенная. Джинни очень аккуратно. Она не наступает на траву. Она же не пезант какой-то, чтобы ходить вот по вот этому всего нецивилизованному. Макс, ты прям как коала. Так медленно двигаешься. Иди. Иди, там трава. О-о, ушки навострил. Такой, а что это здесь? А что это? Новый уровень открылся. Да, да. Как классно. Блин, в два раза больше места стало, чтобы гулять. Кстати, там вот эти вот металлические штуки стоят. Я просто хочу внизу заменить сетку. Сейчас там она мягкая. Я хочу заменить на такую более жесткую. Я такая счастливая, что все это закончено. Вы представляете? Я четыре дня ровно, полных четыре дня делала это. Поэтому влог такой. Я больше ничего не делала. Ночнее я обманываю, конечно. Я делала еще мне свой. У меня обучение идет. Я потом расскажу про что обучение, чему я учусь. Оно очень сложное, оно очень интенсивное. Поэтому я на него тоже внимание уделяла. Так бы, может, я быстрее все сделала. А сейчас я собираюсь на свадьбу. Точнее, свадьбы завтра. Но сегодня мне нужно будет собрать вещи. Мы едем два часа от Стокгольма в город Эребру. Я тут купила карандаш и новый блеск для губ. Тот я потеряла. Карандаш какой классный. А как он выдавливается? А, выкручивается. Да. Цвет офигенный. Я уже так давно не пользовалась карандашом, потому что не могла найти нормальный цвет. Они все были немножко теплые. А мне теплый вообще не идет. Он делает меня уставшей. Он как будто проявляет синьки под глазами. Вот теплые цвета на лице. А этот холодный. Этот офигенный. Я вообще не зря его купила. И блеск, который должен винил. Лип-винил. О! Боже, какой он яркий. О, как он не ожидала. На свадьбу самое то. Кстати, все, что я буду с собой брать, я и платье с собой буду брать. Мы поедем два часа на машине соленой. И вообще краситься не будем. Мы приезжаем туда. Там Катя уже арендовала отель для нас, для всех девочек, для подружек невесты. Мы в этом номере расположимся и будем, в общем, наводить красоту. Я вообще сейчас хочу померить платье, потому что после того, как мне его подшили, я еще не мерила. Поэтому я стираю липстик на всякий случай. Чтобы не получилось чего-то. О! Слушайте, а карандаш не стирается. Это офигенный карандаш. Он не стирается? И он прям в цвет губ. Им просто буквально вот заполнить контур нечеткий. Тарт. Я подшила платье и специально сделала его, чтобы оно не было в пол. Чтобы я могла, например, переобуться. Потому что я возьму с собой плоскую обувь, если вдруг я устану этот целый день. Я смогу переобуться, и оно не будет волочиться. И в то же время, чтобы немножко было видно туфли. Красивые. В общем, все равно, мне кажется, хорошо смотрится. Даже хотя оно не прямо вот лежит на полу. Какие на мне будут серьги? Я, честно говоря, не хочу что-то ничего с камнями. Хотя, казалось бы, да, свадьба замечательный повод для камней. Но мне не хочется. В общем, у меня вариант. Смотрюсь, как Декстер за окном бегает. Либо такие. Либо такие. Эти такие более элегантные. Но в то же время у меня весь каблуки, шелковое платье. Все такое прям... И какое было такое ощущение, что это прям слишком нежно сюда. Это более то, что надо, наверное. Но, может быть, что-то поменьше. Грустно как-то. В общем, я думаю, эти. Это прям мои любимые этим летом. Ну, у меня будут забранные волосы. У меня, естественно, будет челка. Но волосы будут забранные. Сейчас у меня челки нет, потому что волосы грязные. Думаю, вот эти украшения. Я еще возьму браслетики. Такой вот синий и цепочка. Чтобы вместе были. И я думаю, хочу взять вот такую сумочку. Жалко, что у меня нет голубого твили. Я бы его вот так вот обвела вокруг ручки. Было бы более прикольно. Она сюда очень подходит. И мне нравится именно, когда вот эта вот ручка такая распущенная. Потому что уже на улице вообще не лето. Не, ну лето, конечно, ну не 26 градусов, как было на той неделе. А где-то 17. Я думаю, взять вот с собой вот этот вот плащик. Чтобы как-то накинуть. Чтобы если холодно, то я могла согреться. Что у меня еще из вариантов? Мне нравится, что он короткий. Он не портит пропорции, когда ты в платье. Но есть еще вариант. Белый, наверное, не очень правильно сразу. Если я буду в белом, то это как невеста. Но розовый тоже нет. Мне больше нечего. Только джинсовую куртку. Вообще носить нечего. Особенно на такие мероприятия. Я думаю, что вот этот вот плащ сюда замечательно вписывается. Да, если будет холодно, я просто его накину. Теперь мне нужно еще взять, нанести автозагар. Чтобы я не была такая белая, как сейчас. Помыть голову после того, как автозагар. Я держу 3 часа. После этого я помою голову. Мне нужно уложить. Мне нужно сделать маникюр и педикюр. И мне нужно смонтировать это видео. Чтобы вы посмотрели вот в воскресенье. И вообще поспать. Потому что вставать мне завтра в 6 утра. Сижу, наслаждаюсь. Такой большой объем работы проделан. Чувствую себя супергероем. Потому что были моменты, с которыми я думала, я не справлюсь. И я думала, что там находится гора. Я просто просверлю. А там не гора, там просто камни и земля. Что с этим делать? Были некоторые квесты, которые приходилось решать по ходу дела. Спасибо, что наблюдали за этим действием. Кто переживал за кошек, почему они не на траве. Теперь они на траве. Можете быть спокойны. И хочу сказать вам спасибо за то, что вы посмотрели это видео до конца. Я увижусь с вами через неделю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok